Существует определенная хореография службы. Мы делаем определенные действия. Где-то мы поднимаемся, где-то делаем поклон. И вот здесь часто идут расхождения в том, что мы делаем. Дело в том, что существует закон, а есть такое понятие домокома, обычное место. Вначале хочу вам рассказать о негдубе. В одно местечко приезжает молодой еврей, естественно, пошел на шаббат, идет служба. И тут он замечает, что на определенном слове община раз и присел. Он спрашивает, что вы делаете, это неправильно. Ему говорят, это твой ровный идиот, не знаю, как тебя правильно научить. В этом месте закон говорит, надо приседать на этом слове. Он говорит, это ваш ровный, неправильный. В этом слове не делается приседание. Спорили, спорили, подходит старый еврей и говорит, молодой человек, не возвращайте внимания. Когда-то синагога строилась, я был маленький еще. И посередине зала стояла балка. И чтобы, когда мы пели, чтобы пройти под ним, приходилось приседать. Вот то, что называется мингак гомофоб, обычай мест. Любые наши действия, которые мы делаем во время службы, мы на что-то опираемся. Начнем с самого начала. Первое благословение, которое у нас стоит, это благословение при облачении в талит. Ключевое слово, лэгитатэф. Заворачиваться, лэгитатэф, то бишь заворачивать себя. Заворачивать, талит должен быть, есть определенные размеры, талит должен закрывать плечи. Вот это и есть завернуться. В древности это было покрывало, одеяло. Но ни в коем случае мы не надеваем его на голову, не заворачиваем глаза, не прикладываем цветы к глазам, куда его прикладывать надо. Врачом благословение облачаться в талит. Завернулся, все. Многие из вас пришли из Кабада, из ортодоксальных общин. Вы видели какие-то определенные действия. Психологи не дадут соврать. 80% людей искренне верят в ту информацию, которую они получили первой. Последующая информация уже считается ложной. Есть действие, да, мы надеваем талит. Надеваем талит мы утром и в вечернюю молитву. Кроме шабата. Шабат талит не надевается. Единственное исключение, когда мы надеваем вечером талит. Вернее, утром талит надеваем. Единственное исключение, когда мы вечером надеваем, это только в емкий пункт. Почему? Чтобы выполнить заповедь. Когда взгляд ваш падет на кисти си, мы сейчас дойдем. В столи там разобрались. Нету заматываний, отрываний. Это все мингага макома, обычного места. В данном случае это ортодоксов или у Хабата. Мы не Хабата. Да. Да. Я, например, все закрываю. Сейчас, когда я произношу эту молитву, чтобы отлично все предоставить сзади. Точно так же мы делаем действие, когда читаем шва. Мы не закрываем глаза. Мы прикрываем только для того, чтобы сосредоточиться. Но сидеть в столице над крытом головой, это не наш обычай. Это не современный. Мы в любом варианте на что-то опираемся. Это обычай для тех, кто более скурпулезно хочет исполнить какие-то действия. Возможен вариант. Но накрывание, переворачивание, закрывание. Это не то. Приблизительно вот такое действие происходит. Мы прочли благословение, закрылись. Просто то, что сказал пан профессор. Мы закрыли себя внешним раздражением. Но не более того. Вот эти варианты, когда вы где-то можете увидеть. Хасиды часто используют. Такие рвения, харидин дрожащие такие. Это все обычай. Это не закон. Не надо привносить вещи, которые немножечко чуждены. И в том, это вид запрета на ношение анталида для женщин нету. То есть нету запрета для женщин на наложение тюри. Понятно откуда ноги растут. Все-таки мы религия Востока. Восток это на сто процентов патриархальное общество. Действительно. Двигаемся дальше по страничке. У нас есть текст. Я исполняю эти слова. Это не молитва. Это не благословение. Это подборка из псалмов. В данном случае первые слова, которые сказал Бильям. Это все вступление. Дальше у нас идет одно-нолям. Красивое ступенице. У нас было бы очень много времени. Четыре с половиной часа. Для шахарита. Наверное, мы бы пели очень много дополнительных вещей. Важные слова, которые мы говорим на 127 странице. Геркатная шама. Потому что здесь включается основная еврейская идея. В отличие от других религий. Душа, которая ты дал, не чиста. Мы не можем запачкать душу. Мы можем запачкать ее одежду. То есть наше тело. Когда мы делаем в русском переводе грех. Хет. Хет на еврейском это промах. Вот в чем-то мы промокнулись. И вот мы читаем. Душа, которая ты дал, не чиста. Ты ее сотворил. Ты вдохнул меня. И говорит, настанет час. И ты возьми. Все. Тело наше уйдет в землю. Откуда взяток. А душа отправится не в ад. И не в рай. Нет у нас этих сказок. У нас есть шекон. Место, где собираются души. Зачем переселения души. Уже уравинов спросить не очень. Вам отходят. Утренние благословения. Еврейская зарядка. Мы занимаемся. Мы не мышцы утром качаем. А мозги. Утренние благословения. Отличаются органистерно-доксальные формы. Мы чаще какие-то убрали. Спасибо, что я услышал волос петуха. Но не актуально. Нет в Москве петухов на улице. Не орут они. В некоторых сферу вы увидите Баруха. Бл. Севышний, что мужчина говорит, что не сделал меня женщиной. Ну немножечко не демократично, не равноправно. Хотя были продолжения. Женщина говорит, спасибо. Некоторые, спасибо, что ты сделал меня тем, кто я есть. А некоторые говорят, спасибо, что ты сделал меня мужчиной. Это не противоречит ничему. Это действительно тоже, это не закон, это обычный. И традиционно. Есть вариант. Я в данном случае выступаю как шале от Зигуру. Посланник общины. И у нас все время с вами должна быть перекличка. Есть традиция. Первую строчку прочитает ведущий. И тогда вы говорите слово согласен. Согласен на юриде. Амэ. Потом вторую строчку, например, пропеваете вы. И тогда я вам уже говорю Амэ. Ну можно читать сегменты, например, если я пропеваю, вы говорите Амэ. Но если вы проговариваете сами эти слова, не нужно самому себе говорить согласен. Любое благословение, если вы произносите, в конце не нужно говорить Амэ. Амэ только тогда, когда вы его прослушали. И да, вы совластились с ним, кто сказал. Тогда Амэ нет. Двигаем дальше. Сто тридцатая страничка. Вот тут у нас снова есть перекличка. Я пропеваю. И вы все отвечаете. То, что у нас в последнее время хорошо получается. Любое благословение. Есть благословение, которое начинается с шапки нам привычной. Варуха та Адунай. Но это не всегда. Но любое благословение этими словами заканчивается. Если вы его только слушаете, есть традиция. Последние слова. Варуха та Адунай. И сейчас у нас уже есть опыт. Мы набрали. Варугу. Варух с чего? Благословен он и благословенное имя его. И я тогда заканчиваю. Не нужно ждать, например, меня. Я иногда бегу на автомате. Я же читаю. Мне не нужно самому тебе говорить. Варугу. Варугу. Если из вас кто-то еще не успевает, вы можете сказать. Но я в любом варианте дочитаю благословение до конца. В конце любого благословения, где звучит Варуха та Адунай, мы проговаривали Варугу. 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 Двигаем дальше. 103. Важный момент. Вот, например, 133 страница. Бирката Шир. Мы все вместе поем, потому что есть ритм и мелодика. Кстати, ритм мелодика. Обратите внимание, когда мы поем Биркат Нышама, это 127 страница. Там есть такой момент, когда medications Любой. Только вы услышали ритмический рисунок, это мелодия написана специально, чтобы публика подхватывала. Если вы слышите какую-то мою импровизационность, когда я пою от себя что-то, не надо мне подхватывать, помогать, даже если у вас мелодия в голове, я не надо сбивать. Но только вы услышали ровный ритмический рисунок, это специально написано кандаром, чтобы и община участвовала. Точно так же, в 133 странице, нишмат коль хай, мы поем все вместе. Вот тут ритмический, только я говорю, я в следующий раз уже начну пробивать. Я потихонечку добавляю сейчас толчку, чтобы особо не нагрузить все постепенно. Вот только начинается какая-то импровизационность, вот тут уже это мою сон. Точно так же, например, в 134 страница. Шокен над мором, бекадолу шеймо. Начало. У вас этот мотивчик в голове сидит. Вот тут мы поем вместе, я, как правило, поднимаю глаза, чтобы дать вам сигнал, что в этот момент мы поем все вместе. Как кантри немножечко спорят, есть мотивчик из определенной гаммы. Та-та-тан, та-тан, та-та-ра-та-та-та. А вы ее слышите. Шокен над мором. И вот тут перелом мозга. Мы говорим о высотах, а мелодия идет пусть. Шокен над мором, бекадолу шеймо. Очень важно для ведущего понимать текст. Я сейчас немножечко меняю этот мотивчик, перейду. А дальше... Я могу каждый раз по-разному спеть. Это зависит от того, какое у меня настроение. А дальше... Только ритмический резунок пошел и вступает в этот живый путь. Это специально написано уже для общины. Двигаемся. 135-е. У нас получается, что вот это начало проходит я, а потом... Почему-то поет общину. Наоборот, должно быть. Вы вместе со мной шокен над мором, бекадолу шинпа, и штава шинга, ла адмал кенгу. Дальше идет моя импровизационность. Если эта мелодия запелась, но иногда я буду не агрегат. И мы заканчиваем. Часто утром, в субботу, это то, что касается именно суббот, в будни совсем другая мелодия. В празднике другая мелодия. По музыке можно определить день недели. И вот. А, ну это обычный псалом. Ну, смотрите, есть, это чуть для нашего стального уровня, мы пробиваем, я использую мажорную мелодию, если бы мы начали мажорную мелодию, мы этот псалом должны закончить мажорную, если бы я начал в миноре вначале, я бы мог бы закончить, но дальше я почему-то сделал эту мелодию, это товарищ Ливандовский, потому что следующий псалом тоже субботний, 93, он тоже звучит мажорно, и это продолжение творчества Канкера Ливандовского. Ответил? Да, да, псалом это попса того времени, все псалмы мы пробиваем, мы потом как-нибудь вернемся к шабату, потому что в шабату очень много псалмов. Дальше, вот как раз мы, 135-е, мы подошли к Кадишу, я его скоро поменяю немножечко, потому что мелодия, которую мы говорим, это каббалат шаба, это не шахарит ли шаба. Я пытаюсь как-то сам себя настроить, чтобы вести, но вы его знаете, это неохота, чтобы резко произошла смена, особенно ветераны нашей общины, мелодию Брежнюю помнят. Кадиш меняется в зависимости, это шаба, это шахарит, это будни, это Минха, вечерняя служба, либо в Рожешана, Йон-Кипур, они меняются в каждую службу, потом в дальнейшем вы уже услышите. Но тут тоже есть своя хореография. Вернемся. И когда Аравит, когда Ашне, Аба, традиционно отвечает Амэн, потому что тут поет ведущий. И община вступает. Я обращаюсь к Витман-кари Беймру и скажем, и все отвечают Амэн. И вот эта строчка, Еге, Шме, Раба, Меварахли, Адам, Вальмей, Аль-Майя, поют все. Почему? Потому что эти слова идут на арамейском, и это когда был придуман иврит, единственная вещь, которую мы понимаем. Почему Кадиш на арамейском, в принципе, из арамейского, тот иврит уже был подзабыт, помнили его только священники, крушин, и эти слова. То бишь, Еге, Шме, Раба, Меварахли, Адам, Вальмей, Аль-Майя, это для публики. Есть традиция, вы мне это даете, вы говорите, Еге, Раба, да будет благословен, и я продолжаю. Есть вариант вместе, и точно так же, я читаю, 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 дошло, Шме, Декутша, и вы отвечаете, Бри, Гу, либо я первый говорю, Бри, Гу, и вы отвечаете, либо вы и я за вами отвечаю, либо говорим вместе, это все в гингах, это обычай, в разных общинах по-разному, смысл от этого не теряется. И дальше, дальше я снова продолжаю один, Еге, Гульберг, Хатава и Шереда, вместе, и снова вы замолчали, потому что у меня уже окончание. Дамьян, Вальмай, я могу выпендриваться. Вот это, да, ну, мы тоже. Тушбегата, венехемата. Вот есть слова, которые еще говорили. Веймру, и скажем, и вы мне отвечаете, скажем согласны. Почему вот здесь СММ? Потому что вы только слушали, конечно. Дальнейшие действия. 136-я страница. Молитва Шмаха, вы скажете. Шмаха, это не молитва. Шмаха, это декларация. Если вы утром не успеваете прочесть шахарит, есть правило, мы сокращаем с конца и начала, и идем к середине. Тут сократили, там сократили. И в итоге мы дойдем до Шмаха. Если вы утром сказали Шмах Исраэль, уже восклик. Вот этого достаточно для того, чтобы вы поставили себе тверку по поведению и сказали, что я молодец, я сделал декларацию. И вот тут у нас есть снова наша хореография. Барху, это повелительное наклонение слова благословения. То бишь я вам, вас предлагаю. Барху, это Адунай, это мы ворах. И делаю в этот момент поклон. Дело в том, что мы несколько раз вернемся к шапке Баруха, это Адунай. Барух мы переводим как благословение. Но оно происходит в слове Бэш, колено. То бишь, если это слово перевести это слово, колено преклонено. Дальше, когда у нас будет Амеда, вы помните, мы делаем три шага назад, три шага вперед, поклон в разные стороны. Мы раньше носили с собой коврик. Вы знаете, мы его раскатывали. Мы на него выходили. Мы становились на колени углом. И мы себя ограничивали в данный момент для того, чтобы немножечко закрыться от мира и остаться на своем месте и прочесть магнит. Мы сейчас это только имитируем. Вот этот коврик. Потому что, ну, забрать у нас этот ритуал. Хотя есть раз в году, когда мы становимся на колени, даже ложимся и простираемся вниз. Это в Йонгебур, когда идет длинная часть. Я тоже делаю имитацию. Если кто помнит Йонгебур на поклонке, я просто курлется на бибу. Ну, не готов я в белом костюме. Вот он этот. Он чистый. Ну, тоже вариант. Костюм белый. Двигаемся дальше. Дальше идет первое благословение Беремшма. Я потихонечку догуляю. Если я замолкаю, я даю вам старт на юрите. Например, вы пропели. Когда-то я написал несколько мелодий. Мы уже говорили вам, профессор. Мелодия, действительно, я ее прочувствовал таким образом. Она для меня звучала мажорно. Действительно, ты с правил свет, он был. Ну, ты миротворец, творец. Но мне преподаватели потом переубедили. Сказали, есть порядок. Ну, сам. Здесь звучит гамка, которая нам нужна, чтобы вам проще понять, хаванагильщина звучит. Ага-вараба. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И я импровизирую вот эту гамку. То бишь, я дал вам старт, а дальше читаем про себя. Кто может читать на юрите, кто не может читать на русском. Молитву можно читать на любом языке, который вы понимаете, кроме арамейского. Почему? Арамейский язык пишется евритскими буквами. Если умеешь читать на юрите, то читай уже на юрите. А так, и вот я дал вам каждый переход. Я чуть-чуть сокращаю текст. Потом, если мы созреем к этому, я чуть-чуть увеличу другие тексты. Заканчивается 138-я страница. Заканчивается окончание этого благословения. Я тоже притворяю. Там есть текст. Мы читаем по-русски, подумаем. Господу благословенному, а дальше я иду на иврит. Каждый раз мне поразнует. Но только вы услышали. Бару-па-та-ду-най. Вы в данном случае мою импровизацию не берете. Подхватите мне. Следующее благословение. Вот тут интересный момент. Кто сидит в Толина? Я его сокращаю. Есть вариант. Чтобы не прочитывать везде, мы берем начало и конец. Начало и конец. Я говорю, мы читаем. Вы можете заметить, что в этот момент, когда я начинаю читать, я собираю цицид, наматываю на палец. Почему? У нас дальше есть слова. Они на следующей страничке. 139-я. Вы увидите в тексте четырех концов света. Четвертая асферка птичка стынет. Мы имитируем, что мы собираемся все четырех концов света. И мы берем в сердце цитру. И я заканчиваю. Варуха. Да, Адунай. И тут вы слышите. Мажор. Абухер беамо Исраэль беагава. Я звучу мажорно. Почему? Потому что шма, слова шма читаются в мажорной гамме. Шма, Исраэль. Или шма, Исраэль. Адунай. Я просто меняю мелодии, чтобы разделить шма здесь. И шма, когда мы читаем уже во время того. И вот этот цицит мы здесь держим все вместе. Читаем веагавта. Тут первый раздел. Шма, веагавта. Вот тут держим в руках. На 140-й я говорю. Второй раздел. Балахаш. Балахаш это не молча. Лахаш это шепот. Мы никогда молчать не читаем ни слова. Откуда у нас этот отбычай? Та, на которой я молилась. И Рамин подумал, что она пьяная. Бормотала себе под нос. Мы бормочим. Звук должен издаваться. Вы часто услышите на блоге. Особо экзентированные. Будут там стянать. И кто-то будет все в руках. Будет просто проговаривать. Вот и я даю старт. Но я даю ничего. Все, дальше я читаю про себя. Чуть-чуть подмурлыкиваю. Потом второй абзац. Все, что я говорю. Бесамтам. Я вам показываю, где я нахожусь. Чтобы вы следили. Кто следит на еврике, тот следит. Я снова даю объявление. Третий раздел, 141. Вот тут нам понадобится тот цицид, который мы собрали все вместе. И вот тут у нас есть одна проблема. Помните, мы говорили. Галаха закон и венга галахов. И обычный ест. То, что я говорил. Первый вариант, который я еще в 94 году увидел. Я увидел, что цицид, когда мы говорим на еврике. И сделаем цицид на краях агирки своей. Мой раввин подносил губам. Я тоже подношу губам. Но я подношу цицид того талита, который ношу я. Я его стираю, это мой. Каждый раз, когда вы берете чужой талит, не надо целовать цицид, который целовал уже кто-то другой. Как сказал мой хороший друг, я целую только живую путь. То же самое, целование Мизузы. Целование Торы. Господа, у нас нету святых. Мы не накладываем святость на обычные вещи. Даже Тора, которая считается нашим основным. Это всего лишь книга. Свиток древнего напиздак. Но у него нету святости. Как, например, мощи какие-то, икона. И еще какие-то, прикиньте, церкви. 150 человек прикоснулись губами к иконам. Все, церковь приведена на грех. И так далее. И не надо излишнее, экзаментированные действия. Мы очень прагматичны. Когда взгляд ваш падет на кисть из сии. Обратите внимание, что делал я здравый Александр. Я сегодня не надел свой талик. Кто-то спал. Кто-то шокнулся. Я не нашел свой талик. Я не целовал. Когда взгляд ваш падет на кисть из сии. То, что написано, о том и говорим. Помните вначале. Талена преклонилась. Барух, Ата, Адунаев. Когда взгляд ваш падет на кисть из сии. Нету запрета целовать. Не бойтесь. Если кому-то действительно важно поцеловать цицит. Целуйте свой цицит, пожалуйста. Носите свой талик. Не надо разносить заражение. Последняя фраза. Мы прочли. Три раза там говорили. Ион. Адунай. Элукей. Хэм. Эмэ. Слева по-русски написано. Эту фразу произносит ведущий. Только в том случае, когда у нас есть миньян. У нас миньян нет всегда. Потому что есть те вещи, которые без миньян. Когда миньяна нет, то они не читают. Это хадиш. Любой. Это барфу, призыв, шмак. Если, например, во время Шахарита нас было бы 8 человек, я бы просто провисывал эти тысячи. Там по-русски всегда есть носки. Вы читаете текст по-русски. Что читается в миньяне, что не читается. Дальше у нас идет благословение Остришма. Тут тоже подключаемся, читаем по-русски. Красивый словосель. Истинный и непреложный. Вера и навекали рима. Идем дальше. 143. А вот тут у нас окончание благословения Геула. Патриотик Письмо. Я вам снова делаю подводочку. Когда я начинаю. И я погнал ритм. Услышали мелодию? Это гамба. Что проще, запомнить Гаванагил. Гаванагила. И я даю ритм. И вот тут мы вместе подпеваем. И оп. И я ушел. Я должен закончить это благословение. То бишь. Мы читаем. Тур и Сраэль. Это и есть последние слова этого благословения. Я каждый раз его могу по-разному пропеть. Йомки-фурмы. Поем. И он специально не уйдет. А тут у нас звучит вот эта гамма. Ага-варабах. Тур и Сраэль. Комэзрати Сраэль. Убдехи-ноу-мэх. Как боженька на душу положит. Как говорят по-разному. И мне нужна ваша бога. Бару. Патадунай. Пару. 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 В субботу утром на Шахариде Амеда читается в субботу. В отличие от Каббалат Шаббат. Когда Амеда читается в Балат. Про себя. Потому что после Амеды я пробиваю отрывок. Это сокращенный вариант Амеды. Ахат Мейн Шэм. Одно благословение. Вложенное из семи. И вот тут у нас есть ритуал. Тут коврик. О котором я вам рассказываю. Адунай. Сэфатай. Гитах. У. Пиаги. Теги. А. Деха. И во время Амеды у нас три поклона. В первом благословении. А вот. Пару. Хата. Адунай. Дальше идет текст. И заканчиваем. Пару. Хата. Адунай. Маген. Авраам. Уфокет. Сара. Все. Два благословения. Два поклона мы сделали. Дальше мы нигде не хвалимся. Только у нас будет последний поклон. Откуда мы сейчас до него дойдем. 146. Третье благословение. Душа Тащенко. Посмотрите на русский текст. Есть. Прямая речь. Нету запрета петь все вместе от начала и до конца. Но хотелось бы, чтобы у нас была наша хореография покрасивее. Например. Я начинаю. И вот тут. И как сказано. Со слов пророков наших. Бекара. З. Эль З. Недалеко от нас. Успей. Молицей. Тобир. Когда включается речь. Бекара. З. З. В. Амара. И что сказали? Кадош. 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 Что такое? Кадош. Ну. Светлой. И. Свят. 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 Вышли. Свят. Свят. Вот это как раз соседняя религия у нас сделает эти слова. Вот тут мы поднимаемся. Кадош. Кадош. Одна. Вот мы хора. Ходо. Точка. Теперь снова моя идет очередь. Подумали. Мы там. Барух. Йомеру. И что же другие отвечают ему? Дословный перевод. Барух. Вот вы включились на вот эти слова. Кто другие отвечают ему? Ву. Элогейну по идее можно и в цемь. Это очень красиво. Хотя тут тоже есть перекличка. Я пропеваю. Ву. Элогейну. Ву. Авин. Малкену. Можену. 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 Берахамал. Шенит. Лейней. Кольхай. И в зал подхватывает. Льет за хэм. Лялогим. Амеду на элогинхэм. Снова моя очередь. У еврейка. Чеха. Кату. Лемор. И в других же словах. Любимца твоего сказанных словах. Я иногда поднимаюсь. Но это эмоциональный ход. Запрета нет. Ну в принципе три раза на ходу. Но если вам тоже так удобно. Я иногда делаю движение. Ну если хай не надо подпрыгивать за мной. Каждый раз я делаю методичность. Иногда очень забавно наблюдать. Я понимаю, что я вас сбиваю. Но просто вы должны помнить. Мы поднимаемся. Кадош. 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 А вот если мы с вами сделаем красиво. Это страница. Он глубокий. Да. На Модим. Модим. Анах. Младш. Анах. 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 Вся строчка у нас. Мы стоим в поклоне. Любой поклон. Объяснить. Барух. Ата. И мы не говорим Адунай. Адунай. По привычке. Поднимаем глаза. Вверх. Сами поднимаем. Точно так же. Вот тут. Модим. Анах. 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 Что такое сур? Как переводится сур? А? Ну не совсем. Еще и другие. Анах. Анах. Ну в принципе можно. Цур и Сраэль. Да. Оплот. Защита. То бишь. Мы же не говорили. Алло. Оплот. Ты где там? Цур. Ну вы кому-то должны обратиться в нашем тексте. Все. Больше никаких. Вот еще интересный момент. Наступитесь от первой страницы. По идее это должен говорить Коэль. Вот эти Коэльские благословения. Сбархэль бабрахаха мэшуляща баторат. Мэшу. Да. Мэшуляща тубиш тройственная история. Тут мое действие. Я обращаюсь ко всем. У кого. Синогон. Я бархэль ана и Гришмаряка. Я в следующий раз. По этому поводу подбиваюсь. И вы мне отвечаете. Кенни и Ярацон. Да будет так. Я эргеная панам. Да будет так. И вот действие. И дальше. Сим шаном. Положи. То есть кланяешься только ты. Да. Если был бы Коэль у нас вообще не. То это он должен быть. Вот так встать. Я не буду. Коэль. У меня пальцы не получают. Попробуйте. Может у вас где-то Коэльские. И Коэль. Мы благословляли. Очень красиво играем. Когда на празднике собираются у стены тысячи. Все кто носители одной фамилии. Либо Коэль. Это очень спорно сейчас. На Коэль нам возложены очень большие ограничения. И вот старый млад профессора, бомжи собираются. Они Коэль. Они благословляют весь народ. Я издалека видел как это смотрится. Поверьте. Ребята определенно есть. Все. Закончилась Амеда. Сим шалом. Положите мир. Тут я делаю просто перерыв. Даю время для дыши молитвы. Хотя это не обязало. Просто выдохнуть. И себе немножко выдохнуть. Не нужны передышки. Да и у нас. Что такое молитва прописанная у нас? Это красивые слова. Есть лекция муравинов. Как строится молитва. Папа ты хороший. Я хочу себе в велосипед. Вот я сделал то-то, то-то. Вот все. Я заспешил. Краткое содержание молитвы. Господи. Но есть момент, когда нужно действительно обратиться с личными словами. Обратите молитвы Амеда. Мы любая молитва наша. Вы нигде не услышите я, я, я. Мы все время говорим. Мы народ твой. Мы просим тебя. У нас коллективное действие. Почему у нас и требуется 10 человек минимум. Для того, чтобы что-то прозвучало. Этим мы немножечко отличаемся от религии. Единственное, мы обращаемся ко Всевышнему Эллу и множественное число. Единственный раз в году мы проговариваем ее, как наши родственники. Там у нас звучит именно нарушается к Всевышнему Эллу и множественному числу. Все. Дальше начинается чтение тока. Красивые слова. Наступятся в третьей странице. Извлечение свитков. У нас в любой синагоге есть габаин. Габаин – это помощник. Любой из вас может быть габаин. Помощник. Вы видите этот ритуал, который в частности Женя на себя взял действие. Я не контролирую. Есть другие варианты. Например, в синагоге в Германии Тор берет кантер. И все вот это действие делает кантер. И вон он ходит. Ну, сложновато. У нас немножко обычный как-то сложился за, ну сколько я здесь уже, 23 года. То к этим заняты говорим. Любой. Действительно технически надо помочь. Открыть дверь. Ведущий взял ТОР. Мы сказали перекличка ШМА у нас идет. В частности, 154-я страница. Есть правило. Ковчег открыт. Мы стоим. Ковчег закрыт. Мы сидим. Тора поднята. Мы стоим. Тора легла. Мы высадимся. Я каждый раз удаю. Присаживайтесь. Я вам говорю. Я вам как-то немножечко просто разбавить нас. Но вы сами должны знать. Я не должен вам это говорить. Тора поднялась, вы подняли. Тора вы положили, вы сами приступили. Тут есть красивое слово. Иди венторон вадьомерноше. Кума. Поднимись. То, что мы читаем, то мы и делаем. Колено приклонились. Кума встали. Мы поднимаемся. ШМА и СРЭ. Перекличка идет. Я пробел. Вы повторяете. Я пробел. А дальше все. Ведущий идет. Вернее, Габаин. Ну, так привыкли, что Габаин. Если у вас есть желание. Пары действительно участвовать. Вы, Габаин. Подойдите. Скажи. И точно так же выход в Тори. Алия. Алия. Если вы хотите, чтобы вы прочли. Подойдите заранее. Скажи. Если кто-то из вас умеет немножечко читать на иврите. Я дам текст заранее. Либо Равин у нас больше этим занимается. Равин Леонид. Он даст вам текст заранее. Очень сложно. Даже для израильян. Скажем так. Для кого иврит родной. Это совсем другой язык. Очень сложно проговаривать. Не бойтесь ошибиться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Для этого стоит такое правило ясное. Если кто-то ошибся, я про себя повторяю. Проговариваю слово, чтобы его исправить. По идее, тот, кто считает и ошибается. Помощник им подсказывает. Он возвращается к этому слову. Проговаривает правильно. Идет дальше. Ну. Мы не носители языка. Мы даже не ивритноязычные. Ну. Есть. Я в любом варианте. Или я. Кто-то следит. Кто-то поступает. Исправит это слово. Пытайтесь. Пробуйте. Вы уже видите, сколько человек у нас выходит. Сами читают. Да, Павел? Я хотел бы сказать, что. Что-то говорим. И мы хотим сопричастаться. Как? Правильно. Здесь еще сопричастность. Не то, что Канков все прочел. Сопричастность. Конечно. Мы, когда Гавайи идет сторой, на уважение мы прикасаемся к ним. Не надо целовать, господа. Снова поберегите свое здоровье. Не надо обниматься сторой и обзать. Она не для того существует. Мы все носим какие-то микробы. Не надо ими делиться. Давайте делиться лучше под положительными эмоциями. И не только микробы. Как-то уже очень красиво. Это все предъяснилось. Как-то описать. Ну и вот такие длинные эмоции. И вот такие порывы. Они немного смущают. Понимаешь? Да. Я понимаю ваши чувства. Но иногда для кого-то это приемлемо. Для кого-то это отпугивает. Могу подумать. Мало ли. Я часто бывал в каббадных, ортодоксальных синагогах. Ну поверьте мне. Там раввинам руки целуют. У нас раввин не святой человек. Это не папа римский. У нас раввин такой же человек, как и все мы. У нас нету священников. В очереди у нас священники, когда храм выручил. Раввины со своими желаниями, привычками, ошибками. Простые люди. Вы увидите в каббаде, когда подмирают особо. Прикилые ребята и целуют дружку раввин. С чувством удовлетворения подает ему руку. Правильно? Ребята. Вы где? Вы в костеле или где находите? Не знаю. Очень человеческое. Ну раввину можно подойти, боже мой, Бог. Можно даже отнять его. Не надо ему ручки целовать. Правильно. Это будет святее. Павла Ленинского. Да. Это отсыпь. Закончился выход. Мы проговариваем благословение. Все понимают то, когда ведущий дает читание благословения для того, кто вышел. То бишь, мы благословим человека в честь выхода в Тору, в честь субботы. И желаем всего наилучшего. Как ему, так и всем нам. В конце мы скажем, все говорим о нем. Есть разные обычные. Есть, например, в Германии, где мы говорим о либеральном течении. Хотя там такие либералы, ортодоксальные наших, ортодоксов. У нас вообще, к сожалению, малообразованные. Ай, это больная тема. Там, например, читается благословение. Три выхода прошло. Читается благословение общины. Потом в конце читают о всех, кто вышел в Тору. Такой вариант возможен. У нас другой. Мы благословим каждого, кто вышел. Что такое благословение? Научиться принимать правильные решения. Раб Бабка, Господи. Раб Саша как-то объяснил мне, что такое благословение. Альпинист скользит по льду. Упал с горы. И в какой-то момент он хватает вот этот топорик. Альпинист поднимает. Бедорог. Что к нему? И бац, и попадает в расселию. Он не ударил секунды раньше. Он ударил секундой позже. Он принял решение в нужный момент и правильно. Вот так и благословение. Это вам заряд программировать. Такой гонок. Вам заряд на следующую неделю. Так что подходите заранее. Если кто хочет поедить Тору. Господа, у нас вообще не принято выходить Тору. Либо евреи галактические, либо прошедшие обиды. Но можно выходить с семьей. Нету запрета выходить в женщине Тори. Вы увидев у хасидов и ортодокса, вы не увидите женщину Тори. Это ложь. Даже в ортодоксальных общинах позволяется женщине выйти вместе со своим мужем. У нас либеральная община. Прежде всего демократия. Мне нравится, когда сидит муж с женой и детьми на Тори. У нас все люди, у них все люди братья, все бабы и сестры. У нас все люди братья. Мы не разделяем. И у нас нет, у нас нет, у нас 2-го этажа. Так что если не стесняйтесь, подходите. Для многих иногда важно подойти, только не в последний момент. Что-то произошло. Что-то хорошее произошло. Я выйду в Тори получить прокурму, чтобы в следующий раз вовремя какая-то неприятность произошла. Пошамайте немножечко. Не люблю я вот эти действия, вот эти красные ниточки. Разводняк на деньги, там всякие гамзая, вор, колечки. Ну, человек слаб. Нужны какие-то маленькие кустяки, как Рэпо говорит. Приятные сердца. Приятные сердца кустяки. Не стесняйтесь, подходите. Все, заканчивается на службе. Иногда читаем на вторую, иногда не читаем. Я смотрю просто по времени, когда, чтобы не затягивать все действия. И наша служба заканчивается. Вернулись в фильмах. И последние слова, которые мы произносим. Алейну Лешабер. 167-я страница. Эти слова читаются тоже в Миньяк. Есть разные тексты, более спокойные. Наш текст очень спокойный. Но, на что хотел обратить внимание. Мои преподаватели периодически смотрят. Привыкли мы. Мелодию петь, которую никто не любит, это какая-то блатная... Это какая-то британская хулиганская мелодия, почему-то самая популярная. Мы в конце читаем слова из пророка Сахария. И будет в конце времен. И вот Царица Всевышний над всей землей будет один для всех, имей его едино. Уши мого, уши мого, уши мого. Меня мой учитель спрашивает. Три раза поете иммунины патриотки, не спирит устанцы? Почему три раза поете? Как-то так припела. Я сейчас попытался сделать с вами переключенцы. У меня пункты звучало. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это не наша опера за земли. И я уши мого, уши мого. Уши мого. Мелодия так построена. Мне прибыли. Уши мого, эхо, уши мого, эхо. Так логичный. Минута даже исходя по тексту. Попробуем немножечко поменять. Я понимаю, сразу же не запомнится. Но потихонечку будем исправлять те неточности, которые у нас произошли. Что заканчивается? Скорьба. Коминальным кодишем. Который читается. Там нету ни слов. И последние слова, когда мы читаем. И завершение всего. Помните, когда Абедаболом мы делали. Абедаболом мы сосредоточились на своих словах. Восе шалом нигра ва. Мы добавляем вэль оль бне Адам. А также всего остального человечества. Или там есть фраза вешвей тэвэль. Тех, кто рядом с тобой. И дословно тэвэль перевести. Сидящие рядом с тобой. Вешвей тэвэль. Нет. Это наоборот. Как любили. А, хава, хава. Ну, я привык, говорю, коль бне Адам. Бне Адам, с нами Адам. Это только все человечество. Все. У нас уже закончено. Вот, принадлежите на там.